здоровенький ребят вы на канале ford back ну что же у нас ролик от чака ревью как убили киновселенную dc и честно все еще остается куда странно чувство того что она реально умерла хотя я помню тот самое время когда вышел человек из стали появились новости а наконец-таки фильме про бэтмена против супермена помню как многие это обсуждали как даже были отсылки в я легенде в итоге уилл смит снимется в этой киновселенной и честно все еще какое-то странное чувство к тому что к чему пришли потому что да человек из стали дайте оставил какое-то чувство блин вот бы это развилось уж это больше и в итоге уже второй фильм вызывал кучу вопросов а куда вы нахуй так спешите зачем уже во втором фильме убить одного из главных персонажей так опять же спешить чтобы засунуть одного из данных самых важнейших персонажей dc в отношении супермена который как бы привел к невероятной арке я правда не понимаю ощущение такое будто просто было желание как можно быстрее догнать и перегнать чертовых марвеловцев но есть само собой в этой вселенной хорошие проекты есть само свои классные идеи отличные визуальные решения все еще считаю что именно версия сака снайдера лиги справедливости отличный фильм не без своих косяков не без проблем но действительно классный фильм с потрясающими визуальными решениями которые до сих пор вот честно некоторые кадры прям врезались в память а арка киборга вообще шикарно визуализирована но давайте же посмотрим что же скажет чак по всему этому поводу потому что правда хочется узнать подробнее создание этих фильмов о том что же стояла за создателем и вообще за процессом съемок погнали огромное спасибо бустером они спасли планету от раскола также смотрите наше шоу на виках кино чак рекомендует в нашем сообществе в встречайте пути мэна а вдруг я топить это мы продолжаем я красиво выглядит приветствую расширенная вселенная dc сколько разочарования сколько отчаяния и боли в одном названии на протяжении 10 лет warner brothers пытались конкурировать диснеем их марвеловской киновселенной все мы с вами знаем куда это их привело провал студии стал без преувеличения легендарным я думаю сейчас после смерти старой киновселенной dc самое время вспомнить что же за такое безобразие там творилось эта история непомерных творческих амбициях роковых так непривычно видеть снайдера без бороды студийных решениях и великой силе госпожи жадность короче будет жарко добро пожаловать на первую часть киномыла по многострадальной супергеройской киновселенной от warner brothers ну а я разбираться что именно привело dc и you катастрофе были ли у нее шансы на спасение и затесалось ли во всем этом балагане хорошее кино сегодня минимум закулисных историй и максимум гиковской экспертизы предупреждаю в рассказе будут спойлеры ко всем представленным фильмом приготовьтесь мы приступаем к вскрытию человек из стали после провального возвращения супермена уорнеры не теряли надежды сделать хороший фильм о супермане особенно на фоне успеха темного рыцаря обидно потому что в некоторых моментах возвращение супермена было неплохим фильмом но сам тон этого фильма мне был непонятен такое чувство будто они очень сильно эти метали с одной стороны от того чтобы сделать этот фильм более серьезным более что ли какой-то степени знаете комикс на мрачном именно с таких самых действительно серьезных арках но все еще не забывали про такие глуповатые моменты из оригинального я понимаю что какой-то степени этот фильм продолжал традиции доноровского точение доноровского супермена еще 70-80 но все-таки блин вот этот самый контраст сильный очень сильно смущал правда именно тогда в 2008 кристофер нолан сценарист дэвид гойер задумались над новым сольником про супермена который жил бы в современном жестоком мире идея была предложена у ордер бразерс и они остались под большим впечатлением от пичи нолана и гойера и зная что эти ребята умеют работать с мрачными вариациями 10 персонажей они тут же наняли гойера писать сценарий а но она назначили продюсером однако на пост режиссер он вставать отказался 2010 заправлять парадом начинает заг снайдер который в будущем привнесет немало своих идей по поводу развития киновселенной на самом деле не понимаю почему и отказались от старого костюма супермена он же реально был хорош блестящий приятный с отличной текстуры потому что то что они сделали в последнего версии с этими странными такими эти отпечатанные вкладками мышц вот выглядит очень искусно знаете как будто дешевый косплей или костюм купленный в хэллоуинском магазине все-таки вот именно его версия из человека стали на первый костюм он просто идеален или выбор снайдера на роль куратора киновселенной дисси казался практически идеальным посудите сами молодой дерзкий с большим опытом умеющий работать с мрачной супергеройкой шарящий за комиксы протеже нолана ну просто чудо не кандидат снайдер был безумцем готовым реализовывать самые смелые необычные идеи и вот что что в отношении визуализации я не знаю как это писать но когда я смотрю на генерала зода вообще и многие элементы костюмов как будто снайдера не отпускал все еще стиль франка миллеровских спартанцев я не знаю есть в этом что-то такое максимально брутально и на не знать беспрецедентные очень прям цепляет когда дайте я не знаю что что но по мне как бы мне не нравился супермен 2 но генерал зод просто прекрасен серьезную все еще один из самых вот с этим ноги его срут почему-то но по мне прекрасно антагонист удивительно как при всех достоинствах первые фильмы снайдера в дисси имеют один и тот же грех они безумно красивые в них чувствуется задел на большую действительно интересную киновселенную но при всем этом они безжизненные пересматривая человека и стали сейчас понимая что в этом фильме вопросу нет души видно что он сделан талантливейшим визионером человеком со своим у них он сказал бы что прям нет души скорее ощущение такое знаете как будто из-за вот этой брутальности не хватает вот этого знаете небольшого проблеска искренней надежды потому что главные фишками супермена это то что при своей невероятной силе и могучности он максимально близок к людям и ты смотришь и прям чувствуешь надежды вот в отношении того что произошло в этом фильме супермен дает и надежда супермен дает повод того что блять почему по нему нет игры стиле годзиллы где он нахер разрушает города потому что смотря на это у супермена я скорее не вижу спасителя а с такого знаете прям очень мощную ракетику боеголов который нахуй все стесет вот частично в этом проблема до порой подачи в этом до сухого таких то момента что как будто не хватает чего такого знаете что очень личного такого знаете откровенного что персонажи будто просто зачитывать бумажки а просто как будто не знаю заготовленные фразы пытаются прочитать опять же вот из этих факторов какой-то степени фильм воспринимается скорее не как знаете взросление супермена что может найти в нем какие-то дилеммы по поводу того через что он проходит наверно единство только случай это когда мы смотрим на сцену где он ломает шею зоду он понимает что по факту он прикончил последнего жителя своей планеты и он один остался но все-таки в некоторых моментах суховато ощущается то есть душа само собой какие-то моментах есть но и маловато что и кальным взглядом на супергеройский жанр но как будто больше здесь нет ничего огромная беда заключается в ядре фильма которые должны составлять персонажи они опять же очень бездушные совсем не живые следовательно и сопереживать ты мне можешь как не пытайся и это при всем том хаосе и безумии что творится на экране в первом же фильме киновселенной нам показывают как буквально разрушаются миры сцены с гибелью криптона выглядит великолепно удивительно сколько сил было вложено в проработку флоры фауны архитектуры и все это не сравнительно небольшого 20 минутного эпизода но опять же когда криптон умирает когда миллионы же скажу так с одной стороны это круто мне нравится как выйдет крипто но он немного перегружен я считаю то есть есть тут такое больше аватаровская скорее чем попытка в такой более брутальный аватар в итоге я не знаю все таки мне опять же лично от себя говорю что мне все таки как-то роднее именно криптон из старых опять же фильмов 70 кристаллический максимально невземной криптон в котором технологии но реально как будто сайте словно то есть там солны нет органики словно все это максимально эти на другом уровне понимания и другом уровне как биологии так и химии и все это смотрится очень-очень и народные круто хоть и порой да вот эти кристаллы нам могли кого-то смутить но не знаю мне просто очень нравится такой дизайн опять что-то им хоя здесь скорее просто им хоя из не оказываются загублены и все превращается в космическую пыль ты не чувствуешь ничего а почему сверхразвитая цивилизация криптонцев не может покинуть свою дреную планету ладно там повелители слишком тупые но почему семейство эллов осталось голограмма джорелла позже говорит кларку что они послали его на землю чтобы он в будущем повел людей земли за собой и стал для них символом надежды а полететь с ним они не могли потому что они несут за собой ошибки криптонцев не знаю по мне это все как-то слишком надуманные размыто и вот в таких вот спорных киров да правильно только ленив уже не пошутил вспоминаем еще эту самую натянутую шутку хотя столько натянутую но смотри как вам нравится да это сам момент из постера русалочки где там тоже самое было из-за башни 1 которая тоже была похожа на из на стих тонет весь фильм вопроса вызывает и философия кентов джонатан не хочет чтобы общество узнавала об уникальных способностях его приемного сын и эти да вот тут подача прям отвратная в какой-то степени потому что то что говорит батя своему сыну это пиздец я прям с этого поржал честно я первый раз посмотрел я реально не мог пойти что он то сказал папа мне что нужно было стать всех людей умирать возможностям а блять я конечно сука все понимаешь типа сын не должен раскрывать свои способности но блять там на кону были жизни десятков детей его одноклассников какого хуя это вполне объяснимо но все портится до смерти джонатана кента стояв пробки попадает что выбирается из машины убегать с дороги но о нет в машине остался песель джонатан возвращается за ним затем его ногу придавливают кент старше из-за травмы не может сбежать от что кларк собирается спасти отца но тот пафосно вытягивает ладонь мол нет не иди сын мой не надо и в итоге погибает уже только ленивый не обругал эту сцену но ведь есть за что я понимаю джонатан считал что время супермена еще не пришло допустим но судя по постановке сцены кларк мог спасти батька не поля перед всеми свои суперспособности времени бы ему хватило но нет кларк на протяжении большей части эпизода просто стоит на месте все это вызывает нехилое недоумение ведь остальное сюжет также порастает толстенными слоями странности и недосказанности например зачем криптонцы 18 частично да есть еще проблема в том что многие моменты ощущать с него вечными ради пафоса то есть логика логика отбраться на второй план когда на 1 идет краски визуальная сторона именно этот пафос вот снайдерский пафос и так эти проблемы из-за которой как бы я не любил снайдера за его визуализации идеально потрясная идея так я его ненавижу как человек который пишет сценарий потому что честно снайдеру выброс просто оставаться визуальным консультантом и все еще работать на спецэффектами работать над визуальной стороны как костюмов так и многих решений а именно сценарий и проработку моментов оставлять хорошему действительно качественному сценаристу потому что ну я не знаю каждому свое может со мной поспорить в этом плане но по мне не знаю снайдер правда порой вообще забывает о том что есть такая вещь как логика и в итоге у нее все перекрывается ради красивого момента лет назад отправили на землю здоровенный корабль как именно кларк на него вышел как лоис лэйнс умела пробраться на него преодолев гигантские скалы откуда криптонцы узнали что лоис и безразличны кларку из-за всего этого создается впечатление что из фильма вырезаны огромные логические куски и наверно у снайдера и в этот раз были свои планы на режиссерскую версию но по определенным причинам мы так ее и не увидели удивительно что при всей аудио визуальной мощи и красоте фильм остается довольно таки скучновато и немалая доля вины лежит на самом супермэне не поймите меня неправильно генри кавилл прекрасен и чуть ли не идеально подходит на роль но вся загвоздка заключается в том как прописан калэлла прописан он ну мягко говоря не очень я будучи сертифицированным хейтером супермена понимаю что сделать из суп с интересного персонажа очень трудная задача и при этом человек из стали с ней практически не справляется нам показали обручные флешбеки с кларком детстве вроде бы чисто голливудская база ребенок изгой с уникальными способностями которые подвергаются буллингу сверстников он долгие годы вынужден скрывать свой дар и прочее прочее но вот честно как-то не трогают меня эти сцены и не заставляют проникнуться герою а все потому что мы не знаем кто мы не знаем характер этого мальчика о чем он мечтает кто он такой причем потенциал то был пойти что ли смолвили пересмотреть ну а когда флэш это хорошая идея вот но если этот сериал вспоминать типа ну просто приятный нет ребят не просто прият это хороший сериал который очень хорошо работает с бэкграундом супермена так и в принципе сдают если ты не плохой такой стать свой карман на небольшой но все же вселенную бэки сменяются основным действием настоящим со взрослым кентом тык вообще испаряются даже зачатки интерес взрослый кларки все также не обладает уникальной индивидуальность у него нет изюминки каких-то ярких отличительных черт характере ну вроде бы он добрый и сильный и красивый ну как будто бы все конечно если покопаться то можно разглядеть намеки на какой никакой интересный конфликт супермен в человеке 100 это пришелец с невероятными способностями безграничной силой который часто не может контролировать свой гнев и еще попросту не знают каково это быть доблестным героем это да кстати обеда потому что генрика его хорош вот часто для меня именно к минимум с того как он опять что показывал других фильмах как он может действительно достойно играть эти немножко сердце рассказать того факта что мы так и не увидели полно потенциалов кабину чуваки стали который дальше будут проблескивать но он будет очень слабым огоньком правда мне очень обидно с этого потому что будто кавиллу особо ты не эти ничего было играть это были сильные моменты в которых он примут показывал себя на полную на камеру на то что ему позволял опять же как снайга так это команда но обидно и начинается это ну типа забавной сценки с раздолбанным хлам грузовиком то заканчивается тотальным уничтожением города вместе с тысячами невинных людей беда в том что в фильме эта тема не заявляется как основная и не составляет общую проблематику как заявляют создатели человек из стали про то как именно супермен воспринимает этот мир про его взгляд на окружающую действительность и в таком случае вполне понятно почему нам представляют его как миссию ведь его воспитывали вкладывая эту мысль в голову ему об этом и отец говорил и другой отец тоже говорил да блин даже возраст у него совпадает с возрастом христа 33 года честно говоря меня как зрителя не симпатизирующего супермену номинально просто потому что он супермен такие вещи раздражают и даже многие хардкорные фанаты супса остались недовольны здешний супермен оказался слишком далек от их представления о герое он недостаточно внеземной и недостаточно человечный получается ни нашим не ваш это крайне странная версия без того очень проблемного персонажа беда тут и со злодеем опять же майкл шеннон в роли генерала зода шикарен но лишь до поры до времени к третьему акту из угрожающего грозного и даже обаятельного гада зод превращается в карикатурную орущую мультяшку взаимоотношение тут частично согласен некоторых сцены конечно он все еще хорошо выдает но порой прям срывается просто нахрен срывай как будто знаете спустили все тормоза и давайте нам нужно больше говна нам нужно больше нам нужно больше чтобы город превратился в ебучая месивая ларка с лоис лэйн тоже к сожалению мимо далось прям сто процентов мне вообще непонятная химия честно как бы в некоторых моментах карикатурно не смотрелся бы старый фильм 80-х и 80-х то есть первые два супермена там я хотя бы видел действительно адекватную но химию между суперменом слэш караком кентом и лоис лэн здесь я этих двоих рядом вообще нахер не вижу по мне абсолютно никакущая между ними химия и вообще нету просто нету слэн здесь канонично бойко и эми адамс хороша вот когда она появляется в кадре вместе с кларком просто хочется зевать и плеваться потолок ну нет между ними химии и все ограничивается классическим формальным о баба о мужик причем заметно что зачатки достойных сюжетных линий но снайдер и гуэр предпочитает уделить драгоценный хронометраж кое-чему другому и имеем у третий акт да почти целый час лет на беспрерывную огромную экшен сцену да это красиво бомбезно шикарно и максимально снайдерова от фантастического саундтрека ханса циммера который как никогда сумасшедших хреначат по барабанам тебя попросту уносит стратосферу но вот проходят 20 минут 25 30 35 а сцена все продолжается и не думает сбавлять обороты и концу она попросту начинают тебя утомли конечно такого сильного перекоса за мяч что-то не утопило меня лично и не только все что я смущала это то что грёбаный кларк не додумался того чтобы хоть как-то убрать свой злодея слов врага куда-то подальше просто бать устраивать такой пиздец ради пиздеца я понимаю это визуально красиво разрушение города мы любим такой но с точки зрения логики это абсолютно безответственная хуйня просто сторону экшен бомбилова в третьем акте очевидно требовал сценарий специфика истории не позволяла грамотные плавно размазать экшен по всему хронометражу из-за чего финальном акте пришлось выкрутить все на максим но из-за того что битва почти не отличается чем-то уникальным и на 80 процентов представляет собой однообразные швыряния неубиваемых чуваков из одного здания в другое все превращается в белый шум который со временем мозг начинает попросту игнорировать если хотя бы немного задуматься над происходящим ситуация становится еще печальней начнем с очевидного почему супермен который так сильно переживает о безопасности горожан не перенесет зода куда-нибудь безлюдное место или в космос понимаете тут проблема даже не в том что снайдер и гойер в творческом угаре об этих вещах не задумались дело как раз в том что они задумались над и показали как у супса не выходит кикнуть зода за пределы города но в какой-то момент снегра вошел в такой кураж что отправил пришельцев сражаться прямо в космосе на околоземную орбиту ну и никак не получилось у супса не приземлиться обратно в метрополис ну ну все то время пока эти двое психопатов махаются в метрополисе гибнут сотни и сотни людей если отмотать на битву смолвили там самый очевидный оттас вот только не говорите мне что на этой злосчастной заправки не было ни одного человека ну и честно правда то что они вернулись с метрополиса такая сюда это да опять же спешка ёбаная спешка это только первый фильм почему такое нельзя отложить для будущего таком для третьего фильма вот опять же куда вы нахуй спешите разрушать метрополис это только первая конфронтация зачем к чему такие повышенные ставки и ты понимаешь что хочется сделать что-то это помпезы это мощное но все еще склад с ощущения будто знаете они решили смешать сюжет сразу там эти трилогии сразу уместить то все вот сжага ну максимум 2 1 фильма это неправильно блять найдер откровенно перебарщивает со взрывами и разрушениями из-за этого включенного режима режиссерского берсерка теряется ощущение значимости событий ну и самый ахтунг происходит в конце битвы когда суп сталкивается с якобы главной моральной дилеммы вроде бы сцена должна была быть мега драматичной чуть ли не определяющий весь фильм но по мне она просто нелепо ну отбегите вы вперед етишкин кот спустя полминуты уговаривания зода супермен таки сворачивает ему шею и конечно же супермен морально подавлен ведь ему так не хотелось убивать грёбаного геноцидника тянула до последнего ценой жизни людей конечно по классическим советам тут сцена еще кое-как работала чисто потому что по факту убил последнего представителя своей расы но вот с людьми да с людьми соглашусь я не понимаю почему не убежали кино должно завершиться на позитивной ноте уж тем более когда это первый фильм киновселенной и я это понимаю но когда у нас буквально две минуты назад супермен расхерачивал половину метрополиса очень странно видеть как во мгновение ока он уже не испытывает никаких мук совести не ну а чё мир спас теперь можно почилить и разнести очередной американский спутник вот вам шуточка про то какой супермен горячий ложечка канона с очками и daily planet финале человеке из стали очень много откровенно глупых моментов он недостаточно эмоциональный а финальный акт перегружать тебя неутомимый снайдеровской дрочили а самое печальное его вообще не хочется пересматривать да ты можешь разбирать его на визуальные референсы ты можешь переслушивать саундтрек ты можешь даже пересматривать отдельные классные сцены но ничего не тянет усесться в кресло и залипнуть в него от первой до последней минуты такова была проблема когда я смотрел эту картину 2013 году и она остается актуальной до сих не часто скажу вот я вам было два назад его пересматривал я подмечал все нелогичности подмечал все проблемы но какой-то кайф своеобразная получил но я все еще понимал что это очень проблемный фильм ужасно проблемный но возможно я такой вот странный но я получался куда от этого кайф а прием найти в первой половине фильмов точно да были как я уже был были такие моменты которые смущали но все еще что цеплял у меня их пор это очень проблемный неровный фильм хоть и не лишенный своих неоспоримых достоинств я говорю человеку из стали мэйби но с бюджетом в 258 миллионов долларов картины собирать мировом прокате 668 миллионов для супермена результат вполне нормальный но совсем не впечатляющий нужно что-то хитовое бомбическое экстраординарное поэтому уже три года спустя нехилый такой перерывчик на самом деле уорнер расчехляет свой козырь в рукаве после чего все остается в полном недоумении бэтмен против супермена на заре справедливости идея столкнуть лбами двух главных супергероев dc зародилась кулуарах уорнер бразер с начале нулевых когда студия собиралась перезапускать серию фильмов о супермане бэтмен против супермена был не просто какой-то мимолетной затеей сценарий для фильма был готов и даже назначили дату начала съемок но вскоре все застопорились какое-то время создатели даже обдумывали внедрить в киновселенную бэтмена крестьяна бэйла но после того как они увидели чем закончилось возрождение легенды они быстро передумали снайдер свою очередь заявлял что фильм будет вдохновлен возвращением темного рыцаря фрэнка миллера обложку супермена я не видел вот эту вторую обложку обычно я только смел на эту самую культовую однако добавлял что история при этом будет оставаться полностью оригинальным что уже вызывало подозрение на прям прям таки полностью оригинальный комиконе в сан-диего в 2013 году после специальной презентации на большом экране высветился логотип щитом супермена нанесенным на летучей мыши публика была в дичайшем восторге это должен был быть первый фильм в котором бэтмен и супермен появится вместе на большом экране в то же время такой мув выглядел крайне неоднозначно мне как и многим показалось очень странная идея представить нового бэтмена сразу же в кроссовере минуя сольник очевидно это в первую очередь было сделано ради непомерной стрижки бабла ну и конечно то что они тоже внедрили столько народу что они уже внутри и чудо-женщины и киборга когда хоть мимолетом и аквамена я правда все еще не понимаю такой спешки и это выглядело как отчаянная попытка запрыгнуть на поезд хайпа и потягаться с марвел и их мстителями противостояние бэтмен и супермена имеет интересный бэкграунд в виде комиксов и мультфильмов но вот только этого недостаточно для того чтобы сделать хороший фильм в новоявленной киновселенной ведь мы плохо знакомы со здешним суперменом и вообще ничего не знаем о местном бэтмене в общем тревог по поводу фильма было просто миллион но и надежды были немалые самом начале ленты даже появляется ощущение что нас действительно ждет настоящий концентрированный эпик сцена убийства родителей брюса трагично красиво слоу мощно и пробирает до мурашек снайдеровский стиль тут как никогда кстати параллельный монтаж с падающим в колодец брюсом связки с прекрасной композиции ханса циммера и жанки экселя превращает эту сцену в завораживающий музыкальный клип идеально вписывающийся на место вступления и успешно заявляющий центральную тему фильма далее нас переносит в момент битвы в метрополисе и вот мы видим все творящиеся ужасы от лица обычных людей поместить брюса в эти события укрепить таким образом его мотивацию на самом деле отличное решение когда брюс смотрит в небо ты сразу же считываешь его ненависть позже оказывается что местный брюс вейн очень сильно отличается от привычных там версии это матерый линчеватель который за 20 лет своих похождения в годами успел наломать немало дров и даже потерял несколько близких ему людей включая робина это сломал и и вот из будущих событий я все еще не могу поверить то что вот местный джокер реально оставил такую травму для бэтмена вот пойти я их рядом вообще не вижу джокер джардо лето и бэтмена бэна африка вот не могу себе представить их вдвоем сделала более черствым суровым и нигилистическим местный бэтмен на момент начала событий бпс а перестал верить человечество он превратился в безжалостного и свирепого хищника а личность брюса вэйна осталась где-то на задворках сознания сцена первого появления бэтса в костюме снята как настоящий хоррор и это неспроста темный рыцарь здесь не стесняется убивать преступников а обычные люди боятся и недолюбливают его представив такую версию бэтмена создатели попытались совместить ним черты проблемного протагониста и антагониста для супермена отрицать не будем это действительно свежий интересный взгляд на персонажа нужно принимать во внимание одну немаловажную вещь такой бэтмен ну никак не подходит для дебютов киновселенной бэтс предстает здесь как антигерой с хоть и убедительный но при этом очень сомнительной мотивации хотя в принципе такая версия очень до достойно подходит единство то что проблема да то что мне показали его путь то что нам прям просто вкинули факт того что он уже прошел всю эту арку и он уже является таковым с одной страны да интересно посмотреть такую версию то в то же время не хватает какого-то времени банально не хватает времени то чтобы как-то осознать точность что он прошел вот серьезно один бы фильм по бэтмену просто один фильм в котором нам дали бы зачаток того что с ним стало опять же ёбаная спешка оба нафлик тащит роль и отыгрывает на все 112 процентов к нему у меня никаких претензий ну а что там супермен но он просто остается очень куцом и непонятным персонажем он ненавидит бэтмена лишь за то что тот клеймит преступников но камон брат ты вообще помнишь что творил в прошлом фильме результатом твоих безответственных поступков стала гибель сотни и сотни людей ну я вот честно за это просто злюсь ебучие лицемерие по факту создатели выставили супермена здесь лицемером который говорит о том что ты ленчеватель ты натворил такое ты допадаешь на людей бэтмен должен уйти на покой но при этом все сам буквально недавно вырезал поднять половину города ради ёбаной битвы с зотом ты изустроил с рады киноцид кусок ты красного плаща в говне я вот я не понимаю в чем был смысл с одной стороны почему снайдер не оставил более логичную идею того как сделать такую конфронтацию того что суперменку до степени стал шавкой он стал лишь правительственной шавкой которая виляет хвостиком перед правительством что было показано в оригинальном комиксе возвращение темного рыцаря одежда по факту стал просто с радом инопланетным лицемером что ты тут ленчаешь творишь херлю но при этом же сам блять столько крови на своем плаще оставил ну как будто бы пофигу нам показывают как супермен избегает столкновения с преступниками и занимается только спасением людей от природных и техногенных катастроф то есть его по идее не должно волновать что там происходит в годами но конечно режиссерская версия этот момент немного раскрывает в одном эпизоде убитая горем женщина даже говорит кларку что против летучей мыши поможет только кулак эти сцены безусловно добавляют необходимого контекста но становится ли конфликт от этого глубже интересней боюсь что нет дополнительными сценами также пытаются придать линии супермена трагизма но к сожалению всему этому вновь не достает жизнь да в этом фильме у супермену вообще всего 43 строчки диалогов ну камон все в линии супса кажется пластмассовым прям как яичница которую кент жарит у себя на кухне вот с этого тоже прорал ведь они реально не могли просто пожарить яичницу наху главным гадом который пытается перетягивать на себя внимание оказывается лекс лютер в исполнении джесси айзенберга и чего тут начать проблема местного лекса заключается в совокупности факторов джесси айзенберг талантливый актер и в целом отыгрывает то что от него требуется но вот досада сам образ злодея его повадки ужимки все это в контексте данного персонажа и данного фильма смотрится просто нелепо ну и главная беда мотивации типа я помню как и с моим давным-давно обзор астальгирующего критика где они реально вы смели один момент от образ джесси айзенберга и они пришли к очень логичный и довольно забавные вещи джесси айзенберг ведет себя как жокер больше чем сам сука джокер этой вселенной прям реально был шутка того что он медленно по сюжету от этой вот сценки который делал ностальгирующий критик энгри джо он медленно превратился в шокея то сначала ему конфетку дали по ебалу у него шрама остались то он переоделся в плащ фиолетовый потому что блять он замерз и по факту он себе реально ведет больше как сраный джокер это не лекс лютер лекс лютер именно чем подкупал что это максимально холодный расчетливый и макс и очень спокойный персонаж который всегда старался оставаться в плюсе неважно какой говно произойдет он сможет отмыться он сможет вылезти из любого говна до паса потому что а первых власть потому что невероятная уверенность харизма здесь я вижу скорее такого ребенка которому дали надо бы назвали его лекс лютер младший окей но это просто эти такой максимально шебутной ребенок которому дали огромные ресурсы он увидел там дамбок его нужно спустить нам нужна великая битва поэтому будем смешать смешивать днк криптонцы с человеком получим какую-то странную хрень я искренне понимаю вообще что было в голове сценариста когда он продумал вот этого лютера вот я не могу себе представить вроде бы лютер рассказывать там свою предысторию о том что отец его бил а бог не смилостивился над ним и вроде бы лекс предстает как сумасшедший интеллектуал с извращенным взглядом на мир который внутри остается искалеченным и обиженным на всех и вся ребенка но показано и рассказано здесь все это настолько обрывисто настолько странно настолько рвана что ты не веришь абсолютно ничему лекс половину фильма манипулирует нашими героями чтобы они в конце концов дали таки друг другу смачных звездюлин и он превращает все это в детскую игру как безумный мальчишка с экшен фигурками в руках и это не воспринимается как нечто крутое необычное наоборот этот конфликт пропитан искусственностью от и до и ведь изначальное намерение лекса который в итоге оказывается игрой на публику вполне правильны у вас непредсказуемый всесильный человек который может делать все что ему заблагорассудится это я про супермена и он совершенно не подконтролен ситуация просто ах вы таких условиях необходимы превентивные меры и примечательно что фильме не раз поднимается этот вопрос причем не только брюсом и лексом но и всем обществом бэтмен против супермена разрывается на несколько отдельных фильмов которые далеко не идеально стыкуются между собой в какой-то момент бпс заходит на территорию политических триллеров что само по себе интересно снайдер и сценаристов стоит похвалить за то что в этом фильме нам иногда дают спуститься с небес на землю теперь нам показывают взгляд на супермена со стороны мы видим как общество раскалывается пополам в рассуждении о том нужен ли миру этот супермен одни считают его богом другие человеком третье опасно пришельцев и кажется каждый по своему прав а с другой стороны правильного ответа как будто бы не существует кроме того мы видим как живут обычные люди в метрополисе что после всего бардака устроенного супермен осталась куча погибших появились инвалиды искалеченные жизнь мы видим самые низы годом видим его преступников и в целом это здорово но все это картинка фасад очень пафосный и грустный за редким исключением здесь практически нет места для юмора или разговоров по душам герои и вот очень страшно того что мы могли получить потихонечку по крупицам эту самую вселенную показать подробнее то что происходило в год и больше дар в сиквеле именно именно супермена не бетона против супермена супермена 2 показать последствия того что происходило это как супер мы начал реально осознавать весь масштаб через что он прошел он прочувствовал услышал от людей максимально конкретно то что он натворил то есть арка осознание и принятие просрали вид невероятно такую более мрачную вселенную в которой эти самые узказ бог осознает человеческие проблемы куда тоньше и лучше даже там мстители давайте хоряйте деньги здесь остаются некими функциями а поскольку бпс пытается быть несколькими фильмами сразу это его попросту губит самая очевидная беда здесь заключается в том что бэтмен против супермена это еще и предтеча лиги справедливости и да сцены с будущими членами лиги здесь просто не к селу не городу они врезаны прям посреди основного повествования они лишь тебя путают и сбивают с толку апогеем становится кошмар брюса в котором нам показали постапокалиптическое будущее со злым суперменом затем врывается барри аллен который предупреждает о том что лоис ключ и кричит что он слишком рано господи я все понимаю представить пролог лиги справедливости тизерить будущие фильмы это нормально начинать развивать глобальную сюжетную линию в котором замешанные перемещения во времени мультивселенной тоже нормально но когда все это вплетено в без того перегруженные кэша образный фильм да еще и так резко и беспардонно не остается ничего кроме недоумения когда этот эпизод показали в трейлере это интриговало ну как и прикол в том что кстати говоря у вас все еще могло бы это получиться если бы у вас было больше суки фильмов вы могли бы это потихоньку в плести во втором фильме дать намек например на к условную чудо-женщину потом дать в бэтпене намек на остальных членов потихонечном условного флэша там что там это в годами заметили какой-то странный момент что там барри как этот криминалист был и что там типа заметили странные вспышки это можно было потихоньку плести пытаясь гнаться за ебучим эмси это зайки на следы марвел выпустили один момент марвел делали все суки постепенно они никуда блять не спешили да я увидел его в самом фильме у меня просто начали плавиться мозги более-менее неплохо в историю вписано диана принц но так ли она нужна для этого фильма вопрос дискуссионный ну и собственно сама битва бэтмена и супермена визуально опять же сцена очень крутая брутальный тяжеловес а какой охренительный меха костюм у бэтмена уля-ля вот сюжетном плане здесь опять полный кавардак так как мы знаем о коварном плане лекса бэтмен выглядит здесь как мудак и одураченный болван и ладно в начале битвы бэтс достал супса врасплох и тот не успел рассказать о том что лекс держит в заложниках его мать но почему спустя буквально 10 секунд он сам же его толкает вся битва выглядит очень вымоченный и костыльный особенно заметно это становится в самом конце мать да да легендарная сцена с мартой господи как же это потешно и да стоит признать что снайдер и компания нашли действительно интересную параллель заметив что у матерей брюса и кларка одинаковые имена конечно я понимаю что брюс решил пощадить супса не по этой причине а из-за того что он осознал что у этого человека в принципе есть мать он разглядел супермане человека осознал что стала монстром и все такое ночью моё подачи постановка сам факт того что кларк называть свою мать по имени не объясняет кто она это навязчивая нарезка со флэшбэками буквально все здесь руинит эту сцену собственно это основная причина по которой над ней так много потешались свое время после этого до сих пор вспоминает блять с потехой бать мгновенно переобувается готов чуть ли не в припрыжку за ручку скакать суперменом закат они теперь друзья но перед этим ему нужно вызволить марту из лап русских бандитов и вот серьезно этот эпизод жемчужина всего фильма и по мне вообще это да сцена с участием бэтмена за всю историю в кино динамичное троевого и мясо дробительно брутальное это буквально экранизация игровой серии архем в режиссерской версии еще и крошки добавили такого месилова с бэтсом в кино мы еще никогда не видели это точно но все это великолепие прерывает следующая сцена лекс использовав генетические данные зода создает здоровенного гомункула по имени дум с дэй и с этого момента фильм превращается в графонистую мешанину супермен начинает сражаться с дум с дэем но у него ничего не выходит и даже атомная блин бомба эту тварину не останавливает бэтс заманивает дум с дэя на безлюдный остров это специально проговаривается фильме видимо намеренно чтобы избежать критики и после десяти минут мыльного мордобоя с участием бэса супса и внезапно чудо-женщины супермен ну жертвует собой до один из главных героев киновселенной умирает уже во втором фильме этой самой киновселенной еще разу что что чему были просто выступать в чем проблема это я знаю что как критика стадирующий критика в этом говорил но все-таки смерть супермена была очень договориться с такой не внезапно с одной стороны в же время арки которая проходила через большую из большую историю супермена было много комиксов было много историй это как нам это подали к чему привели было мощнейший кульминации блять это был мощный момент когда спустя огромную историю супермена его взаимодействие с разным персонажем слега справедливости мы видели то что человек из стали по сути бог скончался что он своей жизнью он пожертвовал ради всего города по степени ради всего мира учитывая что он сдэ это невероятная угроза а здесь второй фильм уже умер чтобы потом следующий вот неужели блять когда люди которые занимались этим не думали что это очень плохая идея что вы сути не просто торопитесь вы ломаете здравый блять смысл веется это все один большой бар создатели берут одну из самых легендарных комикс истории смерть супермена и помещают ее совершенно неправильный контекст собственно как и в случае с возвращением темного рыцаря мы не успели проникнуться этой версии калэла он был на экране по суть всего полтора фильма следовательно тарагизм ситуации нулевой и ты банально остаешься раздосадована бэтмен против супермена на заре справедливости удивительная картина крайне необычное явление в мире кинокомикс поражает то насколько в ней много действительно интересных экстраординарных решений поражает какой гигантский потенциал был в ней заложен поражает насколько великолепными получились отдельные моменты множество кадров буквально выглядит как стрипы из комиксов это чудесно да блин только одна музыкальная тема чудо женщины уже полностью оправдывать существование этого фильма но игнорировать сценарные проблемы здесь попросту невозможно это грандиозный в каком-то роде очаровательная катастрофа и всему виной непроработанный сценарий и мальчишеский максимализм снайдера желанием обхватить необъятное но при этом из-за своей необыкновенной сущности бпс до сих пор мало кого оставляет равнодушным во всяком случае среди гиг комьюнити отсюда и бесконечное обсуждение споры и разборы продолжающие циркулировать на просторах интернета даже спустя 8 лет безусловно многих смотря ни на что фильм смог покорить но увы точно не меня я с большой горечью говорю ему мэйби мировом прокате лент собирает 873 миллиона долларов при бюджете в 325 миллионов в том же 2016 история с их новым фильмом уже намекала нам о грядущих переменах отряд самоубийц отдельную картину про команду отвязанных суперзлодеев анонсировали еще в 2009 году позже было принято решение сделать ее частью новоявленной киновселенной в 2014 написать и поставить фильм назначили дэвида эйра ранее он снимал по-своему уникальные боевики с душой такие как короли улиц патруль и ярость за несколько недель до начала съемок его заставили значительно переписать сценарий и это было лишь первое испытание для эйра после окон правда то что через что прошел эйр это жутко потому что то он так сменился фильм реально его тон абсолютно по-другому сейчас и сравнить опять же что первый тизер-трейлер что потом дальше это развивающийся материал это серьезно как будто два разных предпроекта я не основных съемок начался проблемный постпродакшен первоначальный главный монтажер фильма покинул проект в начале 2016 в то же время в интернете вышел тот самый бомбезный трейлер с богемской рапсодией который кажется заставил влюбить в себя фильм абсолютно всех еще задолго до его выхода на тестовых показах было две версии одна шла 140 минут другая 120 для монтажа второй версии орнеры позвали команду которая нарезала тизер трейлер фильма это очень странный выбор ну да ладно после этого фильм отправили на пересъемки картину хотели сделать более веселый непринужденный пересняли много материала включая весь третий акт в общем крайне тяжелый и запутанный была история создания этого фильма и что же это и объясняет почему отряд самоубийц такой ультра странный вроде у нас тут полноценное продолжение бэтмена против супермена ведь начали буквально ставлены куски со сцены похорон супца но при этом фильм очень странно вплетен в кино вселенной тому момент уже и бэтмен и флэш во всю орудуют но разумеется нам для спасения мира нужны прям отъявленные мерзавцы собственно аманда уоллер их и набирает причем идея с тем что они как бы расходный материал их не жалко сама по себе любопытная да и мотивация уоллер изначально была в том чтобы собрать людей способных убить кого-то наподобие супермена и поэтому я недоумеваю почему ребята отморозки понадобились именно в этой миссии зачем тут та же бесполезная харли куин со своей несчастной бейсбольной битой ну ладно не будем забегать вперед очевидно ну зачем ради фан-сервиса и потом ты вспоминаешь такой знаете незначительный такой совсем малюсенький проект вы видите прям очень маленький проект под названием пэтмен архом нападение на архом а именно тот самый мультфильм который в итоге показал отряд самоубийц намного лучше в более логичной и действительно классной ситуации с добавлением джокера элементов из этой вселенной и работающий на множестве уровней логично блять логично вот пойти парадокс мультфильм сука когда многие к мультфильм дисси придираются порой порой ставя их него что вышел намного качестве лучше чем такая помпезная блять экранизация сверхзадача заключалась в том чтобы сделать экстраординарный супергеройский слэш злодейский капустник что-то наподобие стражи галактики только приземленнее мрачнее суровее поташнее вполне возможно у дэвида эйра и правда было в планах если не великое то очень добротное и складное кино но получилось что получилось или прогнали через девять кругов монтажного ада и конечный результат вышел настолько сумбурным и несбалансированным что практически невозможно разглядеть здесь цельное произведение да здесь видны проблески оригинальной версии но все они теряются в мишанине из клиповый нарезки в плане визуала если сравнивать со снайдером тут все куда проще хотя местами есть и правда красивые стильные кадры отдельный респект нашему земляку роману васьянам у которой выступил оператор но к сожалению отряд не выглядит как визионерское творение и отряд самоубийц стал первым тревожным звоночком о будущих переменах когда студия будет брать фильмы под свой контроль и выпускать просто ультра всратая непонятное нечто которое буквально разрывается на части на старте картина пытается спешно познакомить нас со всеми суицидниками вываливая тонны информации через эпилептичные нарезанные флешбеки анимированные текстовые вставки с одной стороны так действие выглядит динамично и бодрее но с другой ну в жопу такую динамичность ты физически не успеваешь разглядеть в ребятах полноценных персонажей и они остаются для тебя стоковыми модельками фильм настолько сильно спешит что ты за ним не поспеваешь это я уже не говорю про сцены с диалогами от которых кулешов переворачивается в гробу и дабы ухватить частичку популярности марвел и фильмов джеймса гана студия решила сделать картину более задорной и веселой следовательно у нас здесь просто тонны популярной музыки из разных эпох ставленный по поводу и без queen rolling stones именем твенти ван пайлот это он и пойти чем пустив еще парадокс то самое чувство когда саундтрек созданы для именно фильма треки также использованные уже готовы треки сам саундтрек его подборка ощущается лучше и целостнее чем блять фильм мне правда честно говоря очень хотелось бы когда-нибудь ведь хотя бы не полностью но наброски не сам режиссерской версии эра очень навязчивые сумасшедшие папури которые каждую минуту кричит тебе в экран узнали согласны и ставьте лайк отряд самоубийц это тот удивительный пример когда трек лист великими песнями оказывается одним из худших за всю историю настолько он тут не к месту не в попад и обрывается очень резко но вернемся к я на трек лист именно если оставить фильм то он не в попад на имеется виду если сам слушаться это подбор именно плейлист в отрыве от фильма он прекрасен и к мы ужасному сюжету основная задача вроде ясно и понятно чародейка который играть деревянная кара де левинь обманывает аманду уоллер слетает с катушек а начинает расхреначивать мидвай сити мотивацию буквально на уровне я плохая потому что я плохая и все станут плохими ну и пуляют наших засранцев чтобы они спасли город но и заодно весь по пути они понимают что они не просто негодяи но еще и настоящие герои и это бы работало как убойное приключение про эксцентричных сумасбродных парней и девчонок если бы ты весь хронометраж не занимали унылые блуждания с автоматами по разрушенному мрачному городу где параллельно нас встречают перестрелки в темноте с какими-то дженерик монстрами и периодические перерывы на неловкие диалоги в духе прикольный спасибо ты тоже ничего вот так ходит а кстати еще за проблему правильно подметил темнота фильм ужасно сука темный я просто хочу спросить а почему хотели скрыть уродливость графики вот этих монстров что ли ребята всех мочит так вплоть до третьего акта пока они не сталкиваются с чародейкой и нас не одаривают великим откровением оказывается стоковые ребята теперь лучшие друзья когда они успели скрешиться за время этих тусклых перестрелок абсолютно непонятно очевидно это все отголоски проблемного производства возможно в первоначальной версии они вообще не должны были становиться друзьями а может наоборот на монтаже повырезали какие-то душевные моменты которые были призваны показать сплочение в команде любом случае у нас на руках осталось только мега искусственная и вымощенная сцена попойки в баре что вообще не густо а отряд самоубийц вроде затеивался как тот фильм который чуть ли не полностью должны тащить на себе персонажа безусловно самый яркий эпатажный и сногсшибательный вне конкуренции стала харли квин маргу робби идеально в этой роли тут не может быть никаких сомнений и даже как-то не хочется ворчать о том что на опасное задание явно не стоит ходить в колготках и на каблуках но это все ерунда у нее есть интересный это форис это факт то что опять же она прекрасна честно это наверное один из реально лучших примеров каста потому что даже сколько в таких версиях она не появлялась но в разных фильмах а все еще хороша не знаю мне она особо-то понравилась в гановской отряда в гановской версии отряда самоубийцтана она то она была просто хорошая моя сюжетная арка которая правда на полпути тонет где-то в пучине основного сюжета вроде она должна была отвязаться от джокера и стать более самостоятельной независимой личностью но куда-то все их совместные перипетии испарились ну и сам джокер это ну да джокер джареда лето одно из главных недоразумений этого фильма ходячая кринжовина от которой становится прям физически неприятно причем самое интересное одновременно печальное заключается в том что образ на классный многие будут со мной не согласны но я правда считаю любопытным такое амплуа гангстеров золоте это для жокея как минимум необычно но актерская игра лето это убийственно плохо ты не понимать вот опять же именно гангстер золоте неплохо но то как он себя ведет этим и ощущение будто это не джокер это просто какой-то намалеванный блогер найти от наваленный блогер который либо рэпер который словил огромное количество бабла и начал с этого сходить с ума что он получил власть да я весь атака я у меня есть ламборгини золотая у меня есть гиена у меня есть куча людей свои казино ты и расходный материал я тебя просто убью потому что ты не поставил лайк это не давайте никакого вместе не ощущается как джокер можете безумный да но я не могу пойти что вот это принц преступного мира не могу школа вообще пытается показать то ли серьезного преступника то ли карикатурного клоуна то ли просто долбая короче непонятно в общем джокер должен был играть куда более важную роль сюжет и после премьеры фильма особенность это волна то как обошлись со сценами с его участие но по мне в данном случае чем меньше джарда лето тем лучше эйр через несколько лет после до выхода начал активно педалировать свой эйркат режиссерскую версию ленты которая по его словам кардинально отличается от театрального варианта конечно было бы интересно на это глянуть на что-то я очень сомневаюсь что вышло бы сильно лучше наверное в эйркате взаимоотношения между героями более проработанные их общение не выглядит так вымучено наверное сюжетка с джокером действительно делала фильм более напряженным и наверное 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 точно мы уж похоже не узнал в январе двадцать четвертого года эйр официально объявил что больше не будет добиваться выпуска своей версии картины ну а мы имеем что имеем и все же помимо харли фильме все же есть удачный перс так уилл смит в роли дэдшота просто шикарен очень харизматичный черт который стебет всех вокруг размахивает пушками и фонтанирует крутизной кстати по задумке эйра у дэдшота и харли должен был завязаться роман но только что-то интересное проскакивает и уэль диабло когда нам рассказывают его про десторию но полноценно зацепить персонаж никак не может поэтому когда он в конце жертвует собой ради своих друзей тебе абсолютно пофиг прикольным вышел капитан бумеранг выдлан австралии с очень странными сексуальными наклонностями но ко всем остальным ребятам есть вопрос а кроки вы не узнаете ровным счетом ничего зато грим хорош пустышка но с хорошим кривом слепнота моментально сливают катана так и остается ходящим национальным стереотипом без характера а рик флэк вообще какой-то ворчливый унылый солдафон до самого конца непонятно почему истребление монстров и всей этой беготнёй занимаются киллер алкоголик и чокнутая дура в труселях как я уже сказал в отряде самоубийц нет ни намёка на интересное приключение здесь нет убедительной истории о сплочении людей почти патологически неспособных работать в команде здесь нет умопомрачительного экшена да здесь ничего нет знаете хоть перемонтаж и ужасен но при всей его сратости в нем есть какое-то обоим ты будто буквально смотришь двухчасовой тикток двухчасовой трейлер и такое не часто увидишь но в любом случае в сухом остатке у нас остается пресный безидейный фильм который изо всех сил пытались превратить в нечто совсем другое в итоге получилось очень странное рваная неровное и бестолковое кино как только видишь жокера который говорит harley let's go home и начинаются финальные титры в голове возникает мысль ну что-то как-то и все фильм начался стирать то что жокер вообще за ней пришел очень странно зачем остаются лишь отдельные броски визуальные образы коих к сожалению в картине совсем немного вновь большой потенциал вновь заявка на интересное развитие вселенной и вновь тотальная фиаско я говорю отряду но на удивление для своего 175 миллионного бюджета фильм собирает отличную кассу 749 миллионов долларов косплей harley queen захватывают планету а в 2018 ленту достаивается премии оскар за лучший грим до отряд самоубийц оскароносная картинка таком замечательном таймлайне мы с вами живем друзья ну за грим заслуженно грим реально хоро в сцене после титров появляется брюс уэйн который аки ник фьюри начинает собирать команду тизеря будущее тима но перед ним у орнера выпускает очередной сольник который к удивлению многих сумел дать частичку надежды на светлое будущее киновселенной и ап чудо женщина фильм про самую известную супер героиню дисси на протяжении 20 лет несколько раз пытались запустить производства в 90-х проект скакал из одних рук в другие но дальше ранние разработки дело так и не дошло 2005 году большой интерес к фильму выражает джо свит он написал черновой вариант сценарий также должен был выступить режиссером на роль диана рассматривались кетриэн зата джонс и анджелина джоли однако тут все заглох ну джоли честно не знаю тяжело кто представить в этом образе аквару кровь да но не как но не как чудо женщину в десятом году у орнера анонсировали несколько сольников про супергероев дисси среди которых было и чудо женщин в 2015 году проекту представляет режиссерку пойти дженкинс которая до этого отметилась только фильмом монстр шарлиз террор и фильм хорош очень классный чудо женщина это первый фильм расширенной вселенной дисси которым наконец-таки все просто сделано правильно ну или почти у нас здесь нет излишних перегибов с визионерством дырявого несуразного сюжета или миллиарда назойливых отсылок тезерящих будущие фильмы это просто базовый ориджин про то как диана принц выбравшись за пределы острова фемискира в большой мир узнает о том как живут люди по пути влюбляются в мужика а именно в дурашливого криса пайна и в конце концов познав себя она спасает человечество и все это в сеттинге первой мировой войны это крепкое приключение остановление героини которая сделана прям по всем канонам подобных фильмов но прошу заметить это не делает картину плохой или безинтересно пойти дженкинс и сценарист аланхаймбер честно с этими ситуация напоминает чем-то с первым мстителем то есть сам первым фильм пока то на америке тоже он звезд неба не хватает но во многих случаях он аккуратный и довольно таки неплохой да вы не найдете в нем каких-то затем супер невероятных моментов которые вам взрывают мозг ну единственно что мне очень запомнилась сцена с чудо-женщины которая пробегает по полю битвы наверняка вы помните с эту сцену но при всем при этом на фоне того что происходило с уже так развивающейся вселенной это все еще хороший результат до средненький но результат красно справились с тем чтобы раскрыть образ чудо-женщины на экране и сделали они это очень аккуратно и сумму хотя без налета снайдерщины тут дело не обходится тоже финальная компьютерная месила вассаресом тому подтверждение но все же большую часть времени фильм выглядит приятно остров амазонок вкупе с образами самих воительниц навеивают сладкие воспоминания старый добрый зене королеве воина тоже об этом подумал передана атмосфера военного времени когда города лежали в руинах а в военных чинах таились подлые коварные шпионы но главная прелесть здесь это сама wonder woman собственной персоной галь гадот нельзя назвать выдающейся актрисой но безусловно она очень эффектно тот конечно скажет что ей не хватает бицухи но по мне роли подходит на все сто процентов правда не буду отрицать что ее сюжетная арка просто избита до нельзя история о том как девушка не достаточно верит в себя но зато верит великую силу добра и о том как она попадает из райского изолированного уголка во внешний мир где впервые узнают о том что такое любовь что такое война и прочее 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 все это мы уже видели и раньше и не раз и не два и не 32 но опять же с точки зрения отточенного голливудского механизма это выполнено хорошо диана как уроженка царства женщин приносит в мрачный жестокий мужицкий мир такие вещи как надежда любовь и сострадание это очень любопытный смысловой контраст несмотря на всю простоту сюжет работает как надо это главное приятных впечатлений добавляет и харизматичный стив тревор в исполнении криса пайна с которым у дианы завязывается роман между ребятами возникает хорошая химия правда иногда попытки агрессивно зашиперить этих двоих мне показались лишними что это да это часы но все же как бы то ни было ты веришь в их взаимное притяжение в этом безусловная заслуга как режиссера со сценаристом так и актер казалось бы вроде все те же базовые данные были у романтической линии человека из стали но отношением к ларка и лоис там критически не хватало того что есть в чудо женщины такие небольшие назначенные вещи как разговоры на отвлеченные темы шутки флирт делают из персонажей функции из пафосных говорящих голов настоящих живых людей мне понравилось как здесь показали выход амазонки в реальный большой мир диана сталкивается с огромным количеством предубеждений консервативного западного общества начала двадцатого века очень потешно наблюдать за наивные при этом своенравной дианой который не понимает как можно носить платья и не иметь возможности отвесить люлей недоброжелать переломный момент она сталкивается с тяжелой мыслью о том что человек честно эти сцены мне нравится не знаю как то то как она сталкивается с этим миром показано очень даже неплохо и чисто само виновата во всех своих бедах что сильно ее разочаровывает конфликт довольно интересный хоть и происходит он с участием мега проходных злодеев начиная доктором яд заканчивая брутальным профессором люпин последний кстати появляется финальной битве в образе ареса максимально тупо и рандомно это кстати да особенно то что серьезно ареса максимально могли бы заблюдить лицо в этом шлеме чтобы не видеть то что это странно такие британские усики проблем про пробиватель сухую брутальную войну эти броню стиле готов вор твои маскировки он маячил где-то на заднем плане во втором акте стандартный такой дэвид юлис привычной роли но ближе к концу оказывается что все это время он был твиз злодеем превращается в огромное мыльное 3d божество да и я даже не знаю вот хоть убейте но при всем уважении юлису ну никак не идет этот образ и почему арес проснулся только сейчас точно ли он влияет на разум у людей так много вопросов и так мало ответов не особо запоминается практически весь второй план включая отряд стива тревора который нам затезерили еще в бэтмене против супермена все внимание у нас на главную героинь на самом деле скрывать не буду женщина в мини юбки на каблуках выходящая на фронт посреди окопов грязи и трупов смотрится немножечко нелепо фон реальной войны нормально так диссонирует со всей этой фэнтези колбаснюю с другой стороны в этом есть хорошая визуальная метафора чудо-женщина это такое светлое пятно лучик надежды посреди серости хаоса и мрака и ты чувствуешь что чудо-женщина действительно хочет помогать людям она беспокоится о них и явно знает что делает в отличие от супермена конечно из-за того что сценарий постановка несколько выхолщенные такие исключительно правильные фильм иногда смотрится скучно все же не хватает чудо-женщины какой-то перчинки чё-то поистине уникального но знаешь что творилось в киновселенной в те годы понимаешь что лучше так чем она не могу реально в некоторых моментах можете говорить что я преувеличиваю но очень как будто сильно посматривали на первом мстителя очень ощущается какая-то схожесть такая же в какой-то степени наивность но честно для когда помните раз посмотрю до женщину меня стало настигать и отлегло что хороший фильм наконец-то после действительно так себе очень сильно разочаровывающий хуйни вот эти самоубийцы после такого сильного разочарования бетона супермена такой да фильм свет звезд ним не хватает но он хорош он ровный аккуратный но все-таки реально надежда кай-никай на появилась это грамотно слепленный ориджин который в конце подводит нас к печальной и жестокой истине конфликты в мире не прекратятся даже со смертью бога войны а все потому что их устраивают сами люди думаю чудо женщину можно назвать первым настоящим вином в хронологике на вселенной и я говорю свое триумфальное yes ура при бюджете 149 миллионов долларов картина собирает мировом прокате 824 миллиона а неужели поперла неужели дисси нашли рецепт успеха не уж конечно же нет все в том же 2017 вышел фильм который потерпел такое фиаско который крупным шишкам студии не снилось даже в худших кошмарах лига справедливости но тут я не знаю если бы сейчас это был бы ролик от сокола тут сразу какашечная медаль его на версии 17 года это не есть неплохие моменты но на фоне всего что как это фильм сделан как он ощущается это это такая трошатина во мной опять же вы можете быть со мной не согласны я понимаю людей которым в какой-то степени нравятся моменты из этого фильма но как цельное произведение это это катастрофа ебаная работа над решающим фильмом киновселенной началась еще в 2015 году крис стерео который писал бэтмена против супермена подготовил сценарий середине года зак снайдер был назначен режиссером он также должен был снять и продолжение лиги справедливости которая планировалась выпустить через два года после оригинала основные съемки стартовали в апреле 2016 на тот момент боссы студии уже точили свой зуб на снайдера им не нравилось какое русло режиссер вводит франшизу в мае становится известно что продюсировать фильмы про лигу справедливости а также курировать будущие проекты будут джефф джонс и джон берг джонс впоследствии сделает множество правок в сценарий это сильно усложнит процесс производства тем не менее в октябре съемки завершаются фильм уходит на постпродакшен лига справедливости планируется к выходу в ноябре 2017 и хоть вокруг фильмы сохраняется определенный градус напряжения все шло относительно спокойно пока в марте 2017 года не случилась страшная трагедия 20-летняя дочь зака снайдера о там после продолжительной депрессии покончила с собой и тем не менее на протяжении двух месяцев зак продолжает работать над фильм но в мае он не выдерживает и оставляет пост режиссер уорнер бразерс решили воспользоваться этим положением и назначили на его должность джоса уидона известного своей работы над мстителем сверху приходит указание сократить хронометраж ленты до двух часов ровно до двух и не секундой больше а там и пересъемки были неизбежны фильм подвергается значительной переработки выда написал 80 новых страниц сценария вырезал кучу материала из готовой версии снайдера при этом сохранил только общую сюжетную структуру эх лига лига что же они с тобой сделали даже него много чего плохого честно скажу я думаю что после этой трагедии все-таки стало сделать перерыв не спешить дать и времена другим проектом потом заняться лиги потому что в итоге за вот этой вот спешкой желанием то что нужно доделать до снайдером срочно и мы получили довольно таки искусать скудники результат оружием нам взглядом видно какое жесткое надругательство было совершено над оригинальной версии зака снайдер если что вы только вдумайтесь от первоначального варианта тут осталось 39 минут хронометража 39 минут съемок зака снайдера 39 минут материал из четырех часов бляха муха до больших экранов дошел несуразный обрубок форменный балаган где два абсолютно разных произведения пытается ужиться в теле франкенштейна и постоянно с собой конфликтуют монтажные склейки в которых режиссеры чередуются между собой тут заметнее чем муха на носу и да я помню что в 2017 году я говорил что лига вполне забавная милая штука имеет право на существование но черт возьми как же сильно я ошибался на примере лиги мы наглядно убеждаемся в том что джо с уидон и зак снайдер абсолютно разные постановщики у них принципиально отличающиеся взгляды на кинокомиксы и один просто не мог подхватить другого это бы никогда не сработало и насколько же надо не любить снайдера и его видение чтобы настолько сильно запоганить первоначальный материал если честно я даже не знаю стоит ли в данном случае сильно ругать уидона ему буквально подкинули лигу самый неподходящий момент заставив срочном порядке перейдеть же именно ругать унижать видно я не вижу смысла потому что он по по сути был наемным рабочим ему сказали по сути в критической ситуации блин у нас тут куча работ осталось давай иди доделать и серьезно когда нужно работать в таких сроках с материалом ну ты себя ощущаешь меня говоря не особо хорошо потому что это ну реально мощнейший груз сделать по сути чужое кино и это за несколько месяцев до релиза если фильм изначально снимался под его руководством то вполне могло получиться пусть и со специфичными уйдоновскими перегибами но все же достойное кино но здесь в общем в том что произошло с лигой нужно прежде всего видеть warner brothers это мы уяснили с другой стороны и студию можно понять все таки многие сумасшедшие визионерские идеи снайдера были правда слишком рискованными и на фоне не самых впечатляющих сборов его фильмов решение повернуть штурвал кажется наиболее логично знали бы они каким катастрофическим последствиям их это приведет для этого фильма есть лайфхак достаточно посмотреть на пухлые щечки бен аффлека и вы сможете определить где у нас доснятый кадр при взгляде на депрессующего бендоса в маске бэтмена сразу осознаешь что эта версия не должна была существовать не задохнется остановитесь но еще заметнее это разумеется по кривому и мыльному лицу супермена которому замазали усы это губает это легендарная губа это я правда не в эту часть вот так это разговаривает губа у так приклеено было и вот так вот так вот разговаривал и поражает то что потом люди не особо спеша ребята которые сидели дома с таким просто плохим компьютером для графики смогли сделать вариант лучше чем чем у студии чем студии ворда брос меня закраться вопрос как блять как неужели им реально в последний момент сказали закрасить усы ух же те лохматые до тип фейковые времена если кто не знает генри кавиллу во время пересъемок по контракту нельзя было сбривать усы так как параллельно снимался в 6 миссии невыполнимо сама вселенная как же он там был хорош вот кто бы что не говорил он блять я обожаю миссию неуполнимо честно там он был хорош я кричала создателям не переделывать этот фильм но стоит отдать уидону должное он и правда пытался пересобрать снайдеровский исполин в более простое попкорнов и супергеройское кино так парадемоны здесь такие базовые голливудские твари фишка которых заключается в том что они чувствуют страх и им питаются собственно бэтмен выслеживает их прямо в годами и так запускается основной сюжет это быстро емко и понятно это типичная но вполне рабочая завязка уидон попытался разбавить действия всякими гиковскими шутеньками которые также местами работают но увы но все остальные изменения фильме оправдать очень и очень трудно вот тут у нас диалог брюса и барри снятой снайдером и тут хренак барри стоит на фоне гринскрина под странным освещением словно бэкстеджа и задвигает неловкую не смешную телегу про бранч вот бранч что это такое ты час стоишь в очереди чтобы съесть обычный ланч вот тут у нас диалог брюса с аквамена и хлоп снова уидоновский сэндвич с ехидными подколами от атланта то есть натурные съемки могли резко смениться кадрами из павильона это рушило всю съемочную атмосферу не соврет нам куда угодно в этой рубрике мы с вами смотрим как добираться до тех или иных мест из фильм удивительно но в лиге справедливости действительно много натуры так например пристанище аквамена снималась в общине дьюповик исландия пейзажи фемискира снимались в английском дувре а также на греческом острове милос да куча здесь много английской французской эстетики и там еще много довольно интересных пейзажей которые извратились и порезались финальной версии джосом уидона но вы можете в полной мере насладиться этими местами купив выгодные билеты с пересадками на авиасейлс снайдерской версии к слову тоже было немало шуток еще в такте обидно вот обеда одно в этой вот рубрике куда угодно побольше информации чак я рад то что ты делаешь рекламу но побольше информации об этих местах серьезно просто то что так мельком дается просто ради рекламы авиасейлс ну честно такое себе опять же я не против рекламы напротив рад когда мы любимый блогер может хорошенько покушать это все круто но все-таки лучше побольше хотелось бы узнать об этих местах трейлерах к фильму которые содержали исключительно кадры сняты снайдером можно было услышать некоторые из них но нам нужно больше рофлов поэтому держите сцену с матерящейся бабкой по телевизору о блин в сцене разговора марта и лоис вообще возникает ощущение будто я смотрю какой-то ситком немало претензий к музыкальной составляющей до вступительной сцены под everybody knows добротно и запускает основной конфликт картины но все остальное в общем джанки excel и попросили на мороз хоть он полностью завершил работу над саундтреком еще к середине постпродакшена а ему на замену пришел дэнни эльфмана и что ж саундтрек клик справедливости можно назвать худшей работой эльфмана за всю историю да маэстро уже работал над супергеройка ранее его темы более бравурные романтичные чем у циммера и джанки excel и вот именно поэтому они всей этой снайдеровской стилистики которая где-то здесь корни еще остается совсем не подходит но опять же нужно учитывать что-то поздний эльфом у него были довольно таки громкие провалы в отношении музыки потому что он честно как будто не увозил мужик он не особо в этом заинтересован все-таки его сольные работы когда он начал заниматься проектом тоже а помна питания эпитафии когда он выпустил офигенно трек хэппи многие камеры своих старых песен из это из оинга боинга вот тут муж он себя чувствовал хорошо такое чувство будто эльфмана сейчас лучше стоит отойти от создания композиции для кино и заняться именно тем что ему сейчас нравится а именно то что очень сделать довольно агрессивный мощный black rock этим и максимально тухлый незапоминающийся дженерик прямиком из мобильных игр тут за каким-то чертом эльфман возвращается к своей же теме бэтмена из 80-х и как бы велика она не была я считаю что каждая версия героя должна обладать своими уникальными мотивами но продюсера навернули винегрет и постоянно врубали режим узнали согласны здесь даже есть нотки темы супермена джона уильямс и это похоже на какое-то издевательство ну а главной теме лиги справедливости которая могла бы стать музыкальной визитной карточкой команды можно просто забыть ее нет по заверениям композитора ему приходилось работать почти вслепую ориентируясь лишь по раскадровка и это очередное ай-яй-яй студии за то что заставили легенду работать в таких паршивых условиях серьезно они даже не выдали ему нормальный материал и читавая скотч из как нужно было переведелать он это написал в таких условиях это конечно все понимаю но по моему это уже какое-то блять свинство и ну и давайте пройдемся по персонажам степного волка которого нам показали еще в режиссерской версии бэтмена против супермена решили полностью перерисовать сделав его более человекоподобным как в комиксах и блин вы только посмотрите на эту рожу каким образом от этой зловещей долины можно получить микродозу страха я не понимаю киборг которого снайдер до премьеры называл сердцем фильм версии уйдена опустился до третестепенного персонажа его не раскрывают от слова совсем а теперь вспоминаем версию снайдера и господи там он был реально сердцем честно его сюжетка его визуализация то как он осознает опять же свата мир осознает ситуации его размышления о кубе о том что происходит это это прекрасно это настолько просто сочные великолепные сцены это через что он проходит прямо дайте после этого такое душа разрывается от того что мы не увидим больше именно этого киборга из версии снайдера как же сука они его покромсали боже я даже не про его судьбу блять на протяжении всего хронометража он лишь ходит с кислой мины и бубнит что-то себе под уйден под студиным контролем принес в жертву кучу сюжетных линий и мотивов выдвинув на первый план взаимоотношения героев с одной стороны это неплохо и может различные колкости в теории делают персонажей более живыми но к сожалению большинство приколов тут ну очень уж петросянске и уорнер и уйден изо всех сил стараются превратить лигу в мстителей что фильм только губит апогеем стало решение ввести в повествование рандомную русскую семью которым наша локализация стала польской уйден очень любит показывать житейские истории на фоне глобальной катастрофы и уж очень нужно было ему показать как лига буквально спасает людей в третьем акте но вылилось это в черт пойми что какой-то нелепый сайт квест полностью лишенный напряжения причем нам показывают только эту семью и никого больше из-за этого действие выглядит фальшивом и искусственно толком непонятно что стоит на кону уйденский почерк влезает в картину рандомно и внезапно как например вот в этом эпизоде кстати за этой сцены других неприятных моментов на съемочной площадке галь гадот весть ненавидела джоса уйдена именно поэтому на экране дублерша актриса утверждала что уйден вел себя токсично угрожал ей похоронить ее карьеру хотя там уже еще у вас эти скандалы с актером это с актером киборга роли киборга рэй фишер после премьеры ленты вступил в конфронтацию с warner бразерс и также много обвинял лично джоса уйдена в недостойном поведении во время производства происходило какое-то невероятное количество срачей что сильно усложняло и без того нелегкий процесс и все это чувствуется этот фильм какой-то нервный он весь на взводе и прямо ощущаешь от него плохую энергетику сочащуюся через экран каких бы глупости не творил снайдер все же он создавал свои фильмы с любовью здесь нет ничего подобного и в помине не уйден не актеры не сценаристы не продюсеры не композитор не специалисты по визуальным эффектам никто не хотел работать над переделкой лиги буквально каждая секунда здесь об этом кричит а заканчивается финальная битва возвращением супермена который разносит степного волка в щепки он спасает всех и вообще он большой молодец степной волк начинает бояться лигу после чего учуя в страх на него нападает парадема да это буквально сцена смерти шрама из короля льва и на этом все спасением позанимались повалялись покорявлялись и конец и по итогу мы имеем не фильм а сущий кошмар лига справедливости 2017 года это безумное кринжовое нечто которая сама не понимает чем она хочет быть роковое недоразумение которое подвело жирную черту между прошлым и будущим киновселенным и сделано это было крайне подло и цинично по отношению к снайдеру я говорю свою ноут и никого не удивило что фильм в прокате провалив при бюджете в 300 миллионов долларов он собрал только 661 миллион даже несчастный собрал больше вот честно я помню тот летал период когда люди просто делись своими мнениями отзывами да так было больно когда многие с тем что это кто-то пытался опять же защищать но очень часто люди были что такая-то несуразица что это действительно очень-очень странный сумбурное кино и начинать начинался такой прям страх что по ходу если вы не совершить какой-то реально волшебный акт виде переосмысления или нового какого-то толчка в и вселенной это это обречь это просто обреченное состояние начнется полный крах для этой вселенной вот это показатель кино вселенную нужно срочно спасать все намеченные планы должны быть переписаны и будущее оставалось неизвестным а прошлое как известно невозможно изменить лига справедливости заказ на это он решил сразу здесь рассказать ладненько на дворе 2019 и в сети вот уже два года вирусиса хэштег релиза снайдер как он был создан фанатами которые желали увидеть первоначальный вариант лиги справедливости все превратилось полноценное интернет-движение было подписано более ста восьмидесяти тысяч онлайн петиций за то чтобы warner brothers выпустили режиссерскую версию фильма за авторством зака снайдера у самого режиссера на его личном жестком диске тем временем хранился черновой вариант на память в декабре девятнадцатого года он рассказал общественности о том что его версия фильма действительно существует но в то же время выразил большие сомнения по поводу того что она когда-либо увидит свет для него осталось несбыточной мечтой но тут неожиданно все меняется феврале 2020-го председатель warner медиа тоби эмерих признает движение снайдерката и связался со снайдер режиссер пригласил руководителей warner brothers hbo max и dc к себе домой и показал черно-белую версию снайдерката проект их очень впечатлил изначально они предлагали снайдеру выпустить картину в черновом виде с сырыми спецэффектами но позже режиссер убедил их выделить ему дополнительный бюджет 70 миллионов долларов на секундочку и все это для того чтобы доделать сиджа и доснять некоторые сцены в конечном счете сделать из премьеры снайдерката настоящее событие на все про все ушло чуть больше года и в итоге лига справедливости заказ на его увидела свет 18 марта 21 я не забыл тот хайп по поводу версии снайдера был мощный люди просто конечно были скептики но то когда люди видели эти трейлеры когда люди видели эту более мрачную такой опять же более врачную обложку этот формат 4 на 3 люди прям ну реально были в ахуе честно я и сам не запутал прям ким мурашки же у меня были года сразу стоит отметить тот факт что мы вообще увидели этот фильм настоящее чудо режиссерские версии кардинально отличающийся от театральных вариантах выходили и раньше но чтоб спустя три с половиной года после релиза на больших экранах студийного обрубка выпустили четырехчасовой авторский эпик с допиленными спецэффектами с дополнительными специально отснятыми сценами такого я честно говоря не припомню и все это случилось в первую очередь благодаря усилиям фанатов это уникальнейший прецедент который позволил нам оценить всю широту творческого размаха автора и понять насколько же иногда жестокими бывают студии в лихорадочной погоне за прибылью но несмотря на все это выскажу сейчас непопулярное мнение я считаю что лига справедливости все равно была обречена на коммерческий провал даже если бы оставалась под крылом снайдера в 2017 году позже объясню почему но сам факт того что снайдер как состоялся безусловно радует и за это большое уважение к фанатам у орнер бразерс и в особенности самому снайдер как бы я и на фанатам право пойти пример того когда фанаты действительно повели себе достойны они стали устраивать ебучие говно срачи блять и начинать придираться к тому что там не так здесь не так что там нужно что-то поменять гендер сети лап блять опять же скандалы политика не толерантность и прочее а то что люди действительно искренне сплотились это искренне радует опять же кто-то скажет что что-то я помешал слишком много но блять смотря на многие ситуации когда люди злятся из-за мелочей того что кого-то персонажа там сделали по-другому не так как мы хотели не каким-то абсолютно абсолютно тупорылым хотелкам каким-то желанием кто не соответствует реальности я честно удивляюсь тому как вообще некоторые проекты получают какую-то из нас здравую фанатскую любовь что ли к нему не относился но все же невозможно не отдать ему дань уважения за то что дотащил все-таки это дело до победного конца но теперь к фильму это совершенно другое кино да общая сюжетная канва осталась прежней но в снайдеркате мы в лишний раз убеждаемся в том насколько в кино важны детали проработка персонажей целостность и гармоничность творческого видения подходящий саундтрек в конце концов все эти вещи буквально преображают фильм да четырехчасовой супергеройский блокбастер от конечно история очень специфична огромный хронометраж картины становится для нее и даром и проклятием с одной стороны здорово что снайдер может полное без стеснения показать свое видение и создать тем самым впечатление большой мифической картины с другой стороны во многих сценах прям чувствуется что их все-таки нужно было чуток подрезать а может быть и не чуток снайдер смакует каждый момент рассказал некоторые моменты со слоуму они не особо нужны лома каждый пролет камеры каждый взгляд каждую реплику если террористы врываются в музей у снайдера это превратится в долгий беспрерывный кровавый марш если люк в бет самолете закрывается это будет происходить очень медленно если барри увернется батаранга он после этого еще несколько секунд будет таращиться на брюса и так далее и так далее поначалу тебе очень тяжело встроиться в этот ритм особенно после версии джоса уидона подкрепляется это все и другими странными решениями если супермен пока умирает орет во всю глотку то его крики обязательно доносятся волнами воздуха и конечно же именно из-за этого пробуждаются материнские кубы вроде бы замес логичен и понятен лишившийся своего защитника земля оказалась под угрозой но получается и до супермена дарксайд мог завалиться на землю и здесь прям чувствуется весь этот нелогичный максимализм снайдера и его стремление показать все дотошно и в лоб и к этому всему нужно привыкать равно как и к соотношению сторон 4 на 3 которые свое время не обматерил только ленивый да в таком не обрезанном формате есть что-то эстетические многие кадры смотрятся отлично ну уж очень черные полосы по бокам мозолит глаза по крайней мере первый час а ведь снайдер еще и монохромную версию выпускал короче с точки зрения с монохромной версии конечно спорные без компромиссного визионерства прикольно но с точки зрения массового блокбастера конечно стран далее нас переносит в исландию где брюс пытается отыскать эквамена кстати гляну что что но интересно кто-либо делал вот версию сака снайдера в широко формате 16 надеть кто-нибудь обрезал эти кадры то есть чтобы картинка была с одной стороны до подрезами на некоторых случаях но в то же время смотрелось куда более целостно вот посмотрите такие версии и конечно же искать он его будет очень долго полтора десятка пролетов камеры нам на это намекнут и мне нравится образ аквамена который создал снайдер и джейсон мамуа артур карри здесь очень приземленный брутальный строгий что самое главное при этом совсем не однобокий как у уидона стоило только в одной сцене заменить рокерский запил на меланхоличную песню и перед тобой уже совершенно другой персонаж это не просто ходячая крутизна но одинокий и отстраненный человек в глубоком кризисе и в этом и заключается вся магия монтажа атлантида показана здесь как довольно таки мрачное место со своими порядками и условиями даже для общения друг с другом жителям нужно ограждать себя специальными пузырями это интересная довольно здорово визуализированная деталь ранее упомянутая сцена с террористами тоже изменилась диана принц теперь ближе к людям всего одного небольшого момента с милым напутствием девочки хватило чтобы придать чудо женщин человечность правда минут назад она жестко испопелила мужика на глазах у детей но опустим это и вся эта экспозиция опять же что вы хотите если мужик там и так собирался устроить полный пиздец что она могла еще сделать конечно долго и затянуто но благодаря ней получается по-настоящему пропитаться эпиком и разглядеть героях полноценных личностей они просто куски картона забавно что за какие-то 10 минут хронометража снайдер успел показать амазона гораздо более сильными и крутыми чем сольники чудо-женщины если у патти дженкинс это были какие-то отрешенные красивые женщины в сияющих доспехах то у снайдера это настоящие воительницы готовые пожертвовать собой ради блага своих сестер и всего мира удивительно что закона все это хватило небольшого экшен эпизода мне понравился степной волк у него очень уникальный и продуманный дизайн инопланетное божество футуристических доспехов за которым прячется милая компьютерная мордашка он внушает и устрашает но одновременно оставляет ощущение такого промежуточного босса чуть ли не удачника с милыми глазками и мне кажется в отличие от версии выдано здесь был соблюден почти идеальный баланс между этими противоречащими друг друга чертами его изгнали с планеты апокалипс и теперь ему нужно достать материнские кубы с несчастной землишки чтобы могущественный племянник простил его теперь мотивация более понятные чуть менее заезжены в чем еще один безусловный плюс этой версии главным же боссом сей саги конечно же становится дарксайд в сцене древней битвы главный противник теперь именно он а не волчара как уидона это конечно здорово что снайдер и тут смог разгуляться тут тебе и зеленые фонари и зевс и вновь вернувшийся арес еще тысяча живых мини-пасхалок все выглядит как еще один тизер будущего развития киновселенные видимо снайдер метил этом были цена прям помпезно знаете немножко вспоминается время на власти на колец и что-то в этом есть невероятная трилогия уровня властелина колец где успел бы показать просто всех и вся в очередной битве с дарксайдом но увы тысячи лет назад дарксайт был побежден народа земли поделили между собой материнские кубы каждый спрятал их в надежное место ну вернее почему-то только люди догадались закопать эти кубы поглубже на амазонке атланты поставили их на огромные роскошные постаменты у всех на виду чтобы любой мог их стыбзить нас знакомят с киборгом и что ж снайдер и правда не лгал насчет того что киборг настоящее сердце фильма он показал нам душераздирающую историю о том как виктор стоун стал киборгом оказалось когда-то он был талантливым молодым футболист однажды после игры виктор вместе со своей матерью попадает в автокатастрофу мать погибает а юноша оказывается при смерти стоун старший спасает жизнь сына и помещает его в кибернетическое тело заодно дав ему почти безграничный контроль над всей электроникой в мире нормальный такой размах виктор проклинает отца за то что тот обрек его на вечные страдания сделав как он считает его бездушной машиной и что это мы тут видим неужели это правда отличный персонаж снятый предыстории интересным конфликтом да не не может такого быть безумно жаль как обошлись героем в театральной версии под может и в итоге мы получили настолько душераздирающий столь из настолько хорошо поставленными сценами от которых у тебя честно говоря но реально сердце ёкает вот прям я не знаю кому как кто-то скажет что но это преувеличение ну так все просто опять же партишка полу машина этом почему-то посумная только версию более шуточную из это из тинтайтенс когда здесь по мне но это просто великолепно честно то самое чувство когда вот на такой основе можно было сделать целый один вот эти если бы не случилось версии сака снайдера эти материалы можно было бы использовать для полноценного сольника киборга и там он смотрелся бы просто великолепно взять эту сцену переделать доснять материал и сделать такую знаете очень душераздирающую но какой-то степени это жизнеутверждающую историю я бы он такой посмотрел но опять же все равно я рад тому факту что мы увидели эту версию и она прекрасная думать только до выхода снайдер кота мы вообще не знали что на самом деле потеряли просто поражать сколько материала пошло под нож и вот хоть убейте меня но я считаю что выпуск этой лиги справедливости изначально был хреновый затеей даже если бы вышла версия снайдера сокращенная до двух с половиной часов это был бы другой во всем заметно уступающий снайдер кату фильм да можно подрезать диалоги подрезать слоумо подрезать визуальную метафору противостояния на фондовой бирже все это можно было оставить за бортом но уместить в два с половиной часа оставшийся материал без потери в атмосфере без потери в ощущении эпика и размаха ну никак нельзя фильм работает только в виде четырехчасового не обрезанного полотна снайдер и команда замахнулись на слишком исполинскую историю которая должна была выполнить огромное количество задач и если бы в 2017 году на большие экраны вышла первоначальная версия снайдера это было бы другое кино такое же обрезанные нелогичное как бэтмен против супермена и что-то я стартар говорил что он не смотрел а версию джоса уидона что как его жена говорю так он сам тверд что он так и не посмотрел его именно версии 17 года подсказывает что ей изначально было суждено провалиться в этом и заключается великая трагедия лиги справедливости с начала второго акта по общему нарративу события развиваются примерно так же как и версии уидона но опять же дьявол в деталях несмотря на то что брюс здесь собирает лигу просто потому что у него плохое предчувствие что выглядит немножечко притянутом за уши мне нравится сам момент объединения героев снайдер не упускает возможности подчеркнуть особенности каждого из участников даже через разрушенный мост в канализации каждый перебирается по-своему в такой вот маленькой сценке отлично отражено насколько члены лиги разные но к сожалению здесь же вылезает и старая снайдеровская проблема между героями практически нет химии и очень редко возникает живое интересное взаимодействие радует например когда видишь как аквамен помогает барри выбрать шапку на задание но таких моментов мало в основном они пафосно общаются друг с другом сугубо о деле и все к сожалению вновь не хватает во всем этом жизни хотя шуточек по сравнению с человеком из стали бэтменом против супермена здесь стало в разы больше и стоит отдать должное вместе ребята визуально смотрятся фантастически также стоит похвалить снайдера и команду за то что смогли сделать каждого участника лиги значимым и полез в финальной битве у всех свои роли и никто не кажется лишним супермен здесь не берет нахально все задачи на себя в последний момент кстати о нем когда герои воскрешают супермена киборгу приходит видение вероятного будущего тот самый инжастис который нам показали еще в бэтмене против супермена землю проботил дарксайд многие из героев погибают в том числе и лоис лэйн которую сжигают заживо асу ням ням становится злым и встает на сторону захватчика короче вновь тизер несуществующих продолжений с другого таймлайна ну не мог снайдер без этого обойтись это вновь взбивает весь ритм и после того как супс приходит в себя он какое-то время полностью теряет рассудок то есть никаких внезапных я тебя помню и да и убит как в театральной версии не было именно от этого лига уйдена выглядела еще глупее но в целом не сказать что в снайдеркате сцена намного лучше супермен здесь по-прежнему имбовый персонаж на него нет никакой управы уже к третьему фильму непобедимость и вседозвольность супермена начинает изрядно надоедать и снайдер не был бы снайдером если бы не вставил сюда фирменную библейскую отсылку на этот раз самый очевидный очень очевидно и кстати странно что поэтому не подготовился что-то в одной версии что второй к тому факту что у него нет в кармане маленького пакетика скриптонитом потому что блять даже в брюса тима в его анимационной вселенной у бэтмена всегда на такой случай был подготовлен этот кусочек учитывая насколько имбовый супермен всех но еще и в черный костюм его нарядил гулять так гулять перед финальной битвой отец киборга погибает пожертвовав собой нагрев материнский куб чтобы наши герои смогли его отследить это значимая и трогательная сцена которую полностью вырезали студийной версии напомню как степной волк украл последний материнский куб материнский куб он забрал последний ну просто вверх напряжение и вот мы переходим к ульминации в чернобыль ой ну то есть город пожарных и при этом город полностью пуст и никаких карикатурных семей и в общем то финальной битве они и не нужны ведь флэш вместо них здесь спасает буквально все человечество да речь сейчас о сцене со спид форсом и черт как же она шикарна реверс во времени показан невероятно эффектно а тема джанки экселя просто космически охренительно в этот же момент слышны мотивы не менее потрясной главной темы лиги мы видим мощь флэша во всей красе и хочется сказать большое ай-яй-яй тому человеку который решил вырезать это великолепие из театральной версии финальная битва в целом показывала мощь каждого члена лиги справедливости по отдельности и вместе непобедимая сила но безусловно сцена спасения российской семьи нужно было только ради шутки про достоевского определенная после перемотки во времени нас перемещают сознание киборга где виктор сталкивается с призраками своего прошлого сцена очевидно не дошла бы до релиза от нее прям веет чем-то из дополнительных материалов но все же в ней есть смысл она закрывает арку очень важного для фильма персонажа а чудо-женщина с подачи супермена отрубает бедняги волку голову и она сквозь портал прилетает прямо в ноги дарксайд но это просто вверх брутальности герой смотрит на своего главного врага портал закрывается после чего дарксайд приказывает подготовить армаду и уходит от нас несуществующие продолжения после эпилога нам показывают аж две сцены после титров да этот фильм очень долго заканчивается первую такая же проблема как опять же властелине колец только уже в 3 части сэн мы уже видели в театралки только в измененном виде там лекс встречался с дев строком и предлагал создать свою злодейскую лигу так до сих пор обидно так честно прекрасно выглядит жо в этом костюме так он хорош реально то что мы не увидим его версию до строка сердечко плевается кровью у снайдера же лютер ни много ни мало дианонит бэтмена это такой кизер будущего бэтменов сквозь сольника которого тоже не было а второй сцены до 2021 года не существовало вовсе загда снял ее специально для снайдер ката чтобы закрыть ну вообще все гештальт нам показывают флэш-форвард в котором группа выживших героев по главе с бэтменом вынуждена объединиться с жокеем чтобы остановить обезумевшего супермена джаред лето задвигающий здесь о сайте кстати выглядит гораздо убедительнее чем в отряде и возможно это частичная заслуга снайдер генри кавилла на досъемке кстати не позвали использовали кадры из предыдущих фильмов но подождите это еще не все в самом конце фильма появляется марсианский охотник который приходит к брюсу и говорит что готов будущем присоединиться к команде и удачи оказывается что он предыдущие два фильма притворялся генералом суон векам ну окей еще раньше и грустно блять оказывали что охотник оказывается перевоплощался в марту кент чтобы поболтать с луис лейн и мне кажется в этой небольшой сцене сокрыта вся проблема снайдера он берет трогательный и душевный момент с разговором двух женщин переживающих горе и к чертям все рушит лишь бы потешить свое фан бойское эго и это все еще проблемное кино страдающие от типичной снайдер но в этот раз я не смею его осуждать снайдер прошел с этим фильмом огонь воду и медные трубы он правда настрадался за эти годы и я не смею его ни в чем винить но что самое удивить в общем и в целом при всех спорных моментах у него получился действительно хороший фильм на контрасте с версией джосса уидона особенно заметно насколько же по-свински уорнеры обошлись его материал снайдера здесь просто по-человечески жаль но какой бы мрачный сложный не была бы закулисная история этого фильма я рад что мы в конце концов получили возможность лицезреть любопытнейший авторский проект который состоялся вопреки всему и вся в конце концов это чуть ли не единственный фильм зака снайдера который может по-настоящему растрогать финальная речь в которой стон старший через письмо дает воодушевляющее наставление сыну очень красиво и изящно закрывает и ты понимаешь что за всеми этими супергеройскими приключениями кроется кино взаимоотношений отцов и детей а учитывая что этот фильм посвящен памяти о том дочери снайдера остаться равнодушным ну просто невозможно и это дорогого стоит я говорю лиги справедливости зака снайдера другому не могло быть никакой нахуй мэйби yes чисто я служу ну и ну хоть где-то справедливость восторжествовала что это было на чем мы там остановились ах да начало 2018 года 10 в полной жопе с этого момента warner brothers полностью прекращает сотрудничество с заком снайдером лига справедливости стала переломным моментом хронологии студии многие запланированы ранее проекты были отменены разработку фильма сирены готэм сити про харли queen женщину кошку ядовитого плюща приостановили на неопределенный срок никто к этим фильмам обидно а в итоге мы получили тоже похожую концепцию с девчатами из 10 лет это было сранье бен аффлек должен был написать и снять сольный фильм про бэтмена где главным злодеем выступил бы дэв строк были даже готовы при рендеры а в начале 2000 хотя обновленный дизайн мне прям очень нравится да в строку лучше бы остали прошлый костюм все-таки наверное но блин именно batman смотрится достойно знаете вот немножко виден где-то будущий дизайн в особенности в такой нижней части очень похоже то что и походу именно этим в рендером вдохновлялись создатели бэтмена 22 и в то же время такая пластинчатая структура она там хороша обидно что костюм на очень надеюсь что кто-то из косплееров оверс все-таки доделает 17 когда уже был сценарий аффлек заявляет что оставлять режиссерское кресло но при этом остается на роли бэтмена реализоваться этому проекту также было не суждено но зато наработки по нему послужили основы для создания будущего бэтмена мэтта ривз и самый масштабный сдвиг произошел с продолжением ли момент 2017 уже была готова основная история будущих фильмов по сюжету сиквела лига справедливости после событий сольников герои живут мирно и спокойно но тут лексу лютеру приходит видение касающиеся уравнения антижизни за которым так отчаянно гонится дарксайд лютер начинает собирать свой отряд злодеев выясняется что где-то между фильмами у брюса и лойс был роман и теперь лойс беременна от него отряд лютера нападает на лигу справедливости и побеждает ее аквамен погибает процессе злодеи также находит уравнение куда вы его то убили вы что только супермен откиснул антижизни и с помощью него лекс хочет проботить всю планету внезапно на землю прибывает дарксайд лекс отдает уравнение ему и подсказывает что супермена можно подчинить себе если убить лойс лэйн кларк отправляется на битву с дарксайдом а лойс и брюс укрываются бэт пещере там уэйн узнает что лойс беременна и она говорит что ребенок от кента супермен дерется с дарксайдом на злодея неожиданно телепортируется в бэт пещеру убивает лойс супер афлик заявляет что африф и спокойно беременна по сюжету сиквела лига справедливости после событий сольников герои живут мирно и спокойно но тут лексу лютеру приходит видение касающиеся уравнения антижизни за которым так отчаянно гонится дарксайд лютер начинает собирать свой отряд злодеев выясняется что где-то между фильмами у брюса и лойс был роман и теперь лойс прибывает дарксайд лекс отдает уравнение ему и подсказывает что супермена можно подчинить себе если убить лойс лэйн кларк отправляется на битву с дарксайдом а лоис и брюс укрываются под пещере там уэйн узнает что лойс беременна и она говорит что ребенок от кента супермен дерется с дарксайдом на злодея неприятненький момент делепортируется в бэт пещеру убивает луис супермен раздавлен дарксайд подчиняет его волю с помощью уравнения антижизни наступает постапокалипсис чудо-женщина становится злой богиней войны и остается лишь небольшая группа постанцев во главе с битменом они решают отправить флэша в прошлое чтобы предотвратить катастрофу им приходится объединиться с докером чтобы найти материнские купы отправить флэша обратного времени заканчивался сиквел лига справедливости и вторая фаза киновселенной и все это после череды сольников среди которых должен был быть фильм про супер герд далее начиналась третья фаза шесть какая-то ну и сумму такое чувство будто они пытались объединить блять сразу несколько стоит но очень сильно хотели свой такой соевый инжастис и наш отправляться в прошлое предупреждать бруса о том что лойс ключ и добавлять что она будет беременна от него в тот самый момент когда дарксайд телепортируется под пещеру бэтмен жертвует собой чтобы спасти лоиса своего ребенка супермен в нужный момент предупреждает атлантов и амазонок об отряде лютера тем самым спасая их педали происходит масштабная битва защитников земли против армии дарксайда и других старых богов в итоге хорошие ребята побеждают чудо-женщина становится богиней мира а кларк принимать ребенка лойс как своего спустя 20 лет все герои собираются чтобы почтить память бэтмена лойс рассказывает дочери о том что ее биологическим отцом был темный рейсер и девушка воодушевилась решается стать бэтвумен в ов но я даже не знаю что сказать этот сюжет очень сука сумбурная вызывает очень много вопросов если же он кажется гораздо более эпичным и что главное продумано чем то что мы увидели от уорнера в реальность но как и многое другое эти фильмы так останутся где-то там далеко в ином таймлайне а мы с вами попали в альтернативное развитие киновселенной 10 не самое удачное а это еще мягко сказать закончилась недолгая эпоха так называемого снайдер верст это был невероятно проблем противоречивый но по-своему уникальный период при всех бедах и неудачах фильмах зака снайдера видны старания виден не стандартный подход и стремление сделать нечто самобытное свое не подражая во всем конкурентом увы ничего подобного начиная с 2018 года в киновселенной не будет и в помине но по словам они с вами узнаем следующий раз в другой мультивселенной огромное спасибо за внимание обязательно пишите какие фильмы с киновселенной 10 вам нравились больше всего подписывайтесь на канал телеграм и сообщество в к смотрите чак рекомендует и всем пока и не говори очень жарковато вот такая вот она ранняя фаза если так можно назвать этой вселенной и честно какая же во многом неровная какая же во многом странная сумбурная но в то же время чем-то чертовски цепляющая честно как я уже говорил все еще считаю что снайдеру требовалось остаться скорее на роли такого визуального консультанта который мог бы вдохнуть вот эту самую жизнь и даст свой образ этой вселенной но никак не полноценный режиссер и сценарий все-таки эту этот момент все-таки стоило дать кому-то более честно да даже плюс у тиму условному хотя честно учита что блюз больше заинтересован в анимации то вряд ли это зайти скорее такая очень сильная мечта да к тому же у нас никто не отнимет уже джастис ликад лимит который стал все прекрасно и я буду присматривать а дальше нас ждет очень странные очень порой легкие очень изомыслатые какие-то фильмы действительно неплохие какие-то те что хочется забыть и выкинуть нахуй в мусорку короче очень очень интересный период нас дальше ждет и мне интересно как на этот реагирует чак поэтому жду с нетерпением нового большого ролика респекта лайк поддержите автора оригинала само собой спасибо за заказ данного ролика комментарий колокольчик заходи по вкусам ссылка в описании и спокойной ночи дружки пирожки